МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня моя героиня – народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давно мы с вами не виделись. Очень давно. Здравствуйте, Наташа. Рада я вас видеть. Невозможно. Спасибо вам большое, что пришли. Мы виделись, когда мальчик ваш еще совсем маленький был, сын Кирюша. А он сейчас на третьем курсе. А он на третьем курсе чего? Юридического. В МГУ? Нет, в Московский международный университет. Ой, молодец какой. И это так неожиданно вдруг. Я так не думала, что он будет этим заниматься. А он весь бредит, пишет трактаты какие-то там. Вот молодчина. Ага, я в шоке. Я думаю, мой ли это сын? Нет, нет, это ваш сын. Он потому и трактаты пишет, что он ваш сын. И ему нравится вот эта какая-то глубина. Да, 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 да. Которая, мне кажется, и у вас есть, и в папе была в его. Папа вообще. И он сажает меня и рассказывает, начинает то, что я никогда не слышала. Это так здорово. На мой взгляд, зрительский, вы совершенно другая. По-другому держитесь. Вы даже говорите по-другому. Вот скажите, вас учили как-то особенно держаться, учитывая, что родители дипломаты? Или это кровь? Ну, я думаю, что это все равно родители дипломаты. Потому что с 9 месяцев Лондон. И с 9 месяцев ты видишь, как. Как все. Как все, да, да. А дипломат, это что такое? Ты улыбайся, что бы ни происходило. Ровно спинку держи, как мне говорил отец. И, наверное, это вот оттуда. И с детства мы все. У вас какие-то совершенно потрясающие дедушки, как я узнала впоследствии, Наташа. Это правда? У мамы, с дедушкой которого я знала и росла, он работал на железной дороге. Всю войну. И мама была всю войну в Москве и поступила в Ньяс. И она училась. И вот дедушка тогда вот и сохранил этот дом. Голод, холод. И все-таки как-то они эту войну. А другой дедушка из Нижнего Новгорода, он был самым известным кузнецом Нижегородской области. И когда я там была, мне показали, что он делал. Это совершенно венецианские кружевы. Вот с ума сойти. Это с ума сойти. Это такой красоты вещи. Более того, он был очень в то время передовым человеком. Отстаивал права рабочих, ездил к Ленину. Да что вы! Да. Самое смешное, но это легенда. Но мне рассказывают, что есть картина. Ходоки. Ходоки. У меня есть она. Я предпосла. А вот она. Вот она, дедушка. А где тот дедушка? Который тот дедушка, Наташа? Я думаю, что вот. Потому что фотографии, которые у меня, это молодой, очень красивый человек. Очень красивый. Но я его не застала, как и бабушку. Они очень молодыми ушли. Уже вернувшись в Москву из Нижнего. А правда, что вот в Нижегородской области, в городе Павлов, да, где до сих пор кузнечное производство, ножи они делают? Совершенно изумительные улицы. Это его имя не есть. Есть, да? Есть. Я снималась на этой улочке. Там такие замечательные домики с меня ростом. И в каждом окне лимон, павловский лимон. И, кстати говоря, в Павлово, на главной площади, стоит памятник лимону. Потому что там из века в век растили лимоны. И они в горшках. И я потом купила такой лимон. И у меня дома вырос вот такой лимон. И не раз, и не два. Но это очень было трогательно, потому что я была с дочкой и с Кирюшкой. Ходили мимо этих домиков. Домик отца не сохранился, и дедушки. Малюсенькие окошечки. Церковь, которая была полуразрушена тогда, ее должны были восстанавливать. И я так стояла и думала, господи, по этой улочке вот сюда приходил мой дед, приходил мой маленький отец. Ощущение вот корней земли. С одной стороны, я ведь выросла за границей. Я всегда знала, что папа, мама мне говорили, что ты из Москвы. Бабушка, дедушка в Москве. Они прислали книжки на русском языке. Мне прислали копченую колбаску, которой не было в Лондоне. А в Москве идет снег. И в Москве ждет бабушка и дедушка. Вот я знала, что я из Москвы. И вот скоро мы туда поедем. Так и тут, когда я приехала в Павлова, я поняла, что вот оно еще. Место, сила на земле. На этой планете, в этой стране великой. Вот мою. Наташа Белохвостикова сразу была определена Герасимом как героиня озера. Мы-то об этом не знали. Но Сергей Апольнович ее выращивал. Но она такая девочка с косой, была очень скромная, потому что она воспитанная. Она дочка дипломатов. Не очень присматривался Губенко. С Шукшиным ей было очень сложно. Немножко другие люди. Я помню, я приехала к ней, обняла ее на Урале, когда они снимали. Она говорит, если это будет в браке, я вот с этой скалы сброшусь. Настолько ей сложно было с Шукшиным играть вот эту сцену, где она рыдает и так далее. Потому что она стойк внутри. Я помню, у нее вылетела коленная чашечка во время танца. И она не плачет. Даже от боли она не плакала. Но она попала в руки такого режиссера, что не заплакать было сложно. А на вас, на маленькую, в семье кто имел самое большое влияние? Папа и мама. Они были для меня как-то единым, целым. Они были оба очень мудрые, очень образованные, очень талантливые люди. Очень мужественные люди. Иначе бы не было этой профессии дипломатической. Потому что я, например, себя не представляю дипломатической дамой. Работникам, да. Это невозможно. Это какие-то другие люди с другой планеты. И бабушка, дедушка, вот они не кончали университетов. Но они были удивительно интеллигентными, образованными, мудрыми людьми. И вот эти люди, они меня окружали. Наверное, они... Вот поэтому я тоже росла в связи с ними. Да, я понимаю, конечно. И даже когда оставалась бабушка с дедушкой, то дедушке быстро не стало. Мы жили с бабушкой. Но тем не менее, вот эти годы, когда я жила с бабушкой, они были тоже очень важны. И я это сейчас понимаю. Потому что у папы-мамы все стены, квартиры были в книгах. Были одни книги. Их было очень много. И я читала. И я понимаю сейчас, если бы не было вот этой паузы... Да-да, тишины. ...бабушки где-то в соседней комнате. Да-да-да. Не было бы вот этого периода в моей жизни. Да, я очень скучала. Да, безумно скучала. Да, до сих пор я понимаю, что я не дожила с родителями, не договорила, не доспросила, не досказала. Но вот был этот период, наверное, он был очень-очень важен. Очень застенчивая, чуть что-то краснела. Это вот дивная девочка с косой ниже пояса, с высоким чистым лобиком. Очень всегда красиво одетая. Она блестяще училась. И когда вот Сергей Аполлинаевич сказал, что он написал для нашего курса сценарий у озера, я поразилась, как она все это выдержала, такую огромную картину. И как она создала этот удивительный образ. Очень глубокий, очень цельный, очень такой настоящий. Это любовь настоящая с героем Шукшина. Никакой пошлости, никакой грязи. Как вот она в этом возрасте смогла все это прожить и вот так вот точно передать. Она, конечно, особняком стоит в кинематографе. Вот таких, как Наташа Белохвостикова, больше нет. Наташа, ну вы очень рано вышли замуж. И вот по моим представлениям о жизни и о кино, да, вы вышли замуж за человека великого. Я теперь понимаю, что да. Режиссер очень яркий, очень талантливый, самобытный. Так, как снимал Наумов, никто не снимал. То есть нельзя перепутать кино, да. А, да это кино Бондарчука, допустим, да. Алов и Наумов, это один Тегеран. Чего стоит, мы все это прекрасно понимаем. Они какая-то особая планета. Какая-то особая планета. А вы совсем девчонка. И как вы в это во все вливались, вот в его жизнь? Вот очень легко. Да, мы познакомились. И первое, что он сделал, он меня повел на вечер Евтушенко в зал Чайковского, с ним познакомил. И с тех пор я любила, дружила. Потом мы пошли на вечер Белла Ахмадулины. Потом мы пошли на Гамлет. На Таганку. На Таганку. Да, и там нас рассекретили, потому что ребята, актеры, если они на сцене, то они прятались за занавес, за занавес из мешковины. И было видно, кто сидит в зале. А так как Любимов нам дал места, которые, видимо, дают приглашенным, они смотрели, а кто пришел сегодня. И на следующий день я пришла на съемки. Картина, Надежда снималась. И там два парня, два актера. Говорят, а ты вчера была у нас? Я говорю, была. А вы с Наумом были? И я стала красной, как всегда. Как рак, конечно. А дома кто был режиссер, Наташа? Муж всегда говорил, кот или собака. Он так отвечал на этот вопрос. Вот не было хозяина. Я не могу сказать, что кто-то кем-то руководил. Мы жили удивительной гармонией какой. Никогда Володя мне не сказал, ты должна делать это. Нет. Я пыталась тысячу раз его спросить, надо мне играть это или нет. Ну, прочти, пожалуйста. Ну, дай мне совет. Нет. Только ты можешь решить. Вот как ты решишь, так и будет. Александр Адабашьян. Удивительная совершенно семья, которая, в общем, в этой профессии как-то непривычное дело. Такая дружная семья и со сложными, но весьма добродушными отношениями между собой. Я, значит, такой номинальный глава семьи. Это режиссер практически тихо всем руководила Наташа Большая. На подхвате была Наташа Маленькая. И очень интересно было за всем этим наблюдать, как они все так очень почтительно, главу семейства, подчеркивали его главенство, постоянно расшаркиваясь и совсем соглашаясь, потом делая все по-своему. И видно было, что такая прочная, крепкая, уже давно сбитая семья. Я его очень люблю. Девочки так все делают, они всегда со всем соглашаются, но, по крайней мере, я знаю по себе. Нет, вы знаете, я бесконечно верила Володе, верила его вкусу, взгляду. Я только сейчас начинаю понимать, что ведь все эти фильмы, в которых я играла, никогда не произносилась команда «Мотор» без того, чтобы он не подошел и не посмотрел в камеру. Он меня все время видел в эту камеру. Если было что-то не так, он никогда не говорил «Мотор». Конечно, он был главный. Конечно, я всегда очень ценила его мнение. Он был еще замечательный художник. И вот я помню, мы приехали в Италию выбирать натуру для какой-то его картины. Он любил Италию. И мы приехали во Флоренцию. Он говорит, так, пошли в Уфице. Вечер. Вы там не были, я был тысячу раз. Пошли, приходим. Очередь до горизонта. Да. До горизонта. И вот мы стоим, стоим. Я понимаю, что время бежит, 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 бежит. И мы познакомились с американцем. В очереди. В очереди, который прилетел на один день. Утром, чтобы прийти в Уфице и вечером улететь. И, в общем, мы разговорились. Проходят часа три. И объявляют, что скоро это все закончится. Пропускают только на 45 минут. И Галупом, будьте любезны. Он говорит, ничего. Значит, 45 минут. Я говорю, ну мы можем, мы не... Попадем. Мы попали. Естественно, мы попали. И я у Боттичелли. И он меня за руку дальше, дальше, дальше. Проходит минут 10. Идет навстречу американец. Так. Говорит, я хочу с вами попрощаться. Я говорю, как? У нас еще 15 минут там или 20. Он говорит, а я больше не могу. У меня с вами. Я столько получила. А, и морально не может. Энергии. Я так наполнен. Я приеду в следующий раз. Вы представляете, Володя так жил. Вот он был весь всегда вот на пределе эмоций, знаний. И он жил на пределе. Он ни на секунду не замирал, как ртуть. Он все время писал. Он все время сочинял. Он все время фантазировал. Он не умел отдыхать. Отдыхали мы вот так. Приехав, смотрели, искали какие-то удивительные повороты улочек, какие-то дома, какие-то лица. И в его картинах, как художника, я вот стояла все время за его плечом. А это было, может быть, после съемки ночью. Я думала, господи, боже мой, как же так? Вот как это кисть или перо ведет? Почему рождаются эти фантастические какие-то мистические истории философские? Откуда эти лица, лики? Почему пилат возникает вот не отрывая руки? Как это? Я все время всю свою жизнь, дурочка, я говорила, Володя, я так хочу научиться рисовать. Он говорит, давай, пошли. И все время я бежала, я бежала, я бежала. И даже с моим внуком, ему полтора года, они вместе нарисовали кота. А я так и не научилась рисовать. Один из последних таких разговоров с Володей, я говорю, Володь, ну, надо уже поправляться, и зима, снег. Мы с тобой поедем на дачу, будет падать снег, мы будем слушать, как падает снег. И ты меня научишь рисовать. Он говорит, конечно. Конечно, ты, конечно, начнешь рисовать. Он вас научит рисовать. Не отчаивайтесь. Я знаю, что я поеду на дачу. Это осталось недоделанное дело. Буду слушать, как падает снег, и я начну рисовать. Он научит рисовать. Конечно. Между прочим, вот то, о чем вы говорите, вот эта красота вся, она очень видна в фильмах в его. Каждый кадр – это живопись. Абсолютно верно. Можно остановить любой кадр. Да, и изучать, как Бригеля. Именно. Нет ничего случайного. Нету цвета случайного. Нету предмета случайного. Одеты не случайно. Только так, а не иначе. Если что-то не так, надо медленно исправить. Цвет костюма. Я сейчас хочу фрагмент посмотреть из стиля. Ага. Посмотрим? Конечно. Понимаешь, не говорила тебе. Ну, уже давно в окрестностях совершаются страшные злодеяния. Стоит путнику пойти одному, его обязательно находят мертвым. Шею всех прокушено острыми длинными зубами. И обязательно сзади. священники-хирурга, обследовав ран, объявили, что это не просто волчьи зубы, а зубы слова о породня, которого нельзя не убить, не поймать. Надо молиться Богу, чтобы избавиться от этой напасти. Ну, вот это прям фламандская живопись, просто вот она и есть, и лицо, как с этой картины. Как мне представляется, с таким режиссёром работать очень трудно, потому что он будет выстраивать этот кадр, пока не выстроит. Это было трудно, Наташа? Или это было прекрасно? Или трудно и прекрасно? Это было прекрасно, потому что, вы знаете, вот он дружил с Феллини, да, и тот говорил, ну что у вас все муки, творчество, муки творчество. Радость творчества должна быть. Радость творчества. Вот это была радость творчества. Мы жили на одной волне, мы всё это понимали, и мы вместе к этому шли. Ну за что же мне такое мучение? Маша, не надо, пожалуйста. Я не хочу тебя больше видеть. Уходи вон. Не надо, не надо. Восемь дней, я же все морги облегала. Вся больница, Маша. Я не хочу тебя больше видеть. Ну, пожалуйста, дай себе труд выслушать меня. Пожалуйста, Маша. Ну, пожалуйста. Господи, что там тебе за рвань надета? А где же твое пальто? Это... Подожди. Он же, он же человек на стуле. В твоем пальто. Маша, Маша. И вот у Володи снимались, конечно, великие актеры. Это просто звёздная нашей страны. Всегда. И никогда в жизни я не видела, чтобы кто-то уставал, напрягался. Наоборот, была, знаете, такая картина «Белый праздник» по сценарию Тонино Гуэра. И там последнюю роль сыграл Иннокентий Михайлович Мактуновский. Джигарханян, я и Наташа играла главную роль. И у Иннокентия Михайловича через несколько дней случился инфаркт. Позвонили Тонино, он сказал, надо закрывать картину. Это было написано для него. Сыграть никто не может. Не может. И мы вот в этом состоянии с Володей проводим неделю, вторую. Ну, просто о состоянии, ну, как будто выпустили кровь. И вообще больше ничего уже. Ну, всё. Сидим пол-одиннадцатого вечера, раздаётся звонок. Он говорит, возьми трубочку. Я говорю, я говорю, да. Наташенька? Я говорю, да. А это Кеша говорит. Я говорю, Иннокентий Михайлович, вы где? Я говорю, не боится. А ты мне Вовочку можешь дать на минутку? Я говорю, Иннокентий Михайлович, дрожащими отдали трубку. И начинается разговор. Он говорит, да, Кеша, да, конечно. Да, конечно. И больше ничего не понимаю. Оказывается, Иннокентий Михайлович позвонил. Ему разрешили. И он просил Володю фразу переменить, переставить слова в фразе. Говорит, Володечка, ты не обидишься? Мне вот так удобнее будет сказать фразу. Слушайте, это удивительные вещи. Он поправился, он доснялся, но он не видел картину уже. Я понимаю, почему вы соглашались редко играть у других режиссеров. Если соглашались, то это уже тогда точно было какое-то стопроцентное попадание, как вот в стакане воды. Ты знаешь, Абиболь, с тех пор, как ты со мной, моя жизнь изменилась. Я меньше скучаю, не боюсь высказывать своих мыслей. Признаться, я ведь тоже сочиняю роман, но он существует только в моем воображении и никогда не будет прочитан. Никогда. Может быть, мы могли бы прочитать его вместе, хотя бы с шепотом? Быть может. Когда я смогу открыть тебе его героя. Вероятно, это какой-нибудь прекрасный дворянин, богатый и знаменитый. Быть может. Вот она потрясающая совершенно. И тоже звезды. Когда вы соглашались на съемке у Швейцера, у того же, вы понимали, что это будет тоже хорошо? Или вы опасались все-таки, что ну не то? Нет, 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 не опасалась. И с открытым сердцем и душой к Михаилу Абрамовичу шла и к Софии Абрамовне, потому что это единственный раз в моей жизни, когда режиссер позвонил и сказал, Наташа, я тебя приглашаю, я хочу, чтобы ты сыграла Дону Анну. Я говорю, Михаил Абрамович, она же испанка, парик, что? Нет, не парик, в России ангел должен быть небесный, да, белыми, да, и все. И я понимала, что если он меня приглашает, он знает как, он знает как, потому что я растерялась настолько. Я приняла вас, Дон Диего, только боюсь, моя печальная беседа скучна вам будет. Бедная вдова, все помни о свою потерю, слезы с улыбкой мешаю, как апрель. Что ж вы молчите? Совершенно другой фильм, Тегеран? Да. Так вот, вы говорили о том, что у Алова и Наумова, а мы все произносим это как одну фамилию. Да, мне говорили, мы тебя поздравляем, того, что зам за Алова и Наумова. За Алова и Наумова, да. Один человек. Да. У него снимались звезды советского кино, но у него единственный первый и последний раз в жизни в российском кино снял Салон Делон. Да, Курт Юргенс какой, великий артист Курт Юргенс. Да, да. Как это было? Как он их уговорил? Курт Юргенс правда великий артист. Великий артист. Уговорил Делон случай. Мы снимали в Париже, и там был действительно очень небольшой эпизод инспектора Фоша, и, ну, подходил момент, надо было уже снимать, а он заболел или уехал, не знаю. А продюсером у нас был швейцарец и француз Жорж Шейко, который снимал недавно черного тюльпанфильма с Ален Делоном. И сидели они, сидели вечером после съемки и рассуждали, ну, кого бы позвать. На что авантюрист Наумов сказал, Жорж, ну, позвони Дулу. Прямо так и было, да? Совершенно. Ну, великие дела только так и делаются, на самом деле. Бандиты, авантюристы, ну, такой был. Жорж стал бледным, как они рассказывают, бледным, потому что с Делоном шутки плохие. Плохие. Он говорит, ну, что тебе стоит? Ну, набери, скажи, что два сумасшедших русских режиссера приехали в Париж и очень хотят снять его. В общем, они его уломали. Чудесно. Тот вечером звонит, а Наумов не знает французского языка. Но когда Жорж повесил трубку, он говорит, слушай, Жорж, ты что-то не то говорил. Позвони-ка ему еще раз. Давай, я тебе буду говорить, а ты сразу переводи. Действительно, Жорж просто там поболтал с Делоном. Наумов этого не знал, он не знает языка. И тот стал переводить. Бледный, заикающийся, несчастный, Жорж. Перевел. На что Делон сказал, а вы сейчас где? Те ответили, мы с тобой тут в квартале от тебя в офисе сидим. Горюем. Да, горюем, и съемка завтра с утра вот планируем. Он говорит, ну, приходите ко мне. Сказал Ален. Ален Делон. Они взяли зонты, потому что шел проливной дождь. И пошли. Пришли, выпили конечку. Он сказал, ну, хорошо, показывайте роль. Они ему показывают страничку. Он никогда не играет эпизоды. Конечно. И никогда не играл. Он говорит, а сценарий? Он говорит, а сценарий 120. Он говорит, значит так, вот если завтра в 9 утра вы мне принесете роль хорошую, на французском языке я буду вас играть. И эти два сумасшедших во главе с Жоршем Шейко, с машинисткой, как не было еще компьютера. Да, понятно. Они сидели всю ночь. В 9 утра они принесли ему. Он сказал, ну, я же обещал. Когда у нас съемок? С чудеса. Наташ, а хороший партнер и хороший артист это равно или нет? У меня получалось, что да. Вот Анатентий Михайлович и многие говорили с ним очень трудно. Он великий артист. Смоктуновский. Смоктуновский. Но более, вот я утопала в его глазах, в его словах. Мне было... Я не знаю. Ну, не было. А снималась но с великими, просто с великими. Ну, девочки шукшины снимались у озера. Я до сих пор знаю, что если бы не Василий Макарчукшин, не было бы меня, не было бы у озера, была бы другая Лена Боряна. Все было бы вообще другое. Это вот искрящиеся глаза шукшина, вот за которых я хваталась. А он был удивительный, потому что он ни разу на съемке, а снимают восьмеркой, не ушел. Все же уходят. Да, конечно. Я побежала на съемку, я побежала на жут. Ни разу. Но он нам помогал, да, Наташа? Но как? И у меня было всегда чувство, что вот когда он за камерой, он даже вот лучше, чем когда он его снимает. В кадре. Это были удивительные партнерские отношения. Я была ребенком на 17 лет. И Василий Макарыч, который писатель, режиссер, актер, звезда. Мне, наверное, просто везло. Я думаю. Я хочу, чтобы сейчас еще один хороший артист о вас сказал. Мне Наташа очень симпатична какой-то своей индивидуальностью и необычной. И самое потрясающее, что ты ее ни с одной актрисой не спутаешь. И я помню ее работу Сергея Валимировича Герасимова. У озера это было потрясение. Меня обожал и Шукшина, и Герасимова любил. Такая вот необычная девчонка вышла. Поскольку помню, она действительно была еще студенткой. И она сразу обратила на себя внимание. Сразу, наверное, немножко такой выпуклый лоб, немножко такой открытый. Очень умные глаза. Очень умные. Когда хочется смотреть, пристально и долго рассматривать такую актрису. И вот Наташа из этой вот, по-моему, из этой когорты. К ней не подойдешь и так, не просто скажешь, ну, привет, Наташа, там, и все. Вот сразу какая-то есть у нее вот это биополе, которое такую легкую стеночку ставит. И это хорошо, это замечательно. Спасибо, Саша. У вас еще есть опыт уникальный, совершенно. Вы снимались в фильме у дочери. Да. Это как, Наташа? Ой, потрясающе. Вот это, ну, это что-то совсем другое. Первый съемочный день год лошади со звездой Скорпиона в картине играл бывшую цирковую наездницу. Мы хохотали. Это длилось несколько часов. Потом это кончилось. И началась вот такая скорпулезная, такая подробная работа, потому что она по первому образованию артистка, она уже Горханяна же закончила. Да, да, да. Вот стоп, и вот на нее смотришь, говоришь, Наташа, ну что? Ну что-то было не так? Ну скажи, ну покажи, если что-то нет. Покажи. То есть вот я такой была артистка у дочери. Послушный. Не послушный. Я понимала, что это ее кино. Как всегда понимала, что режиссер главный. А это ее дебют. И я понимала, что я ей просто должна максимально сделать то, что она сочинила. То, что она хочет. Да, 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 да. Я артистка. И все. А сейчас занимается чем, Наташа? Она снимает кино? Она сняла вот «В России идет снег», а сейчас у нее сыну скоро четыре года. Ей не до кино, да? И она как совершенно сумасшедшая мама пока с ним. Но в голове бродят сценарии сладового. Но вы же тоже сумасшедшая мама. То есть у вас, когда ребенок родился, вы рассказывали, что это прямо было... Это было ужасно. Да, что это каждая, я не знаю, не то что чих, а каждый вздох, который показался вам о подозрительном, это уже была паника. Да, но у меня тогда был папа и мама достаточно молодые. И если бы не они, я бы артисткой, конечно, не стала. У Наташки родился Максимка четыре года назад. Два года нет Володе. Пытаемся подхватывать сами, но я думаю, что она все равно бы не отдала. Она какая-то другая. Но зато он ей платит такой любовью. Неземной. Еще раз, Ада Башьяна. Наташа удивительна тем, что в актерской среде была совершенно, как сказать, по-другому образована и воспитана. Поэтому ничего такого артистически залихватского, ничего такого широты, свободной творческой души, ничего это не было. Всегда была приветлива, всегда была вежлива, аккуратна. Думаю, что она могла бы сыграть значительно больше. И, наверное, если бы она поработала в театре, наверное, тоже это было бы, как мне кажется, в позитивную сторону. Она, по сути, своей потрясающая женщина, мудрая, добрая, умная. В общем, именно все те качества, которые в этой профессии, я бы сказала, противопоказаны. Я приходила в театр очень много раз на протяжении своей жизни. Меня очень много приглашали. Я начинала репетировать. И потом я сбегала в кино. Практически я сыграла вот только «Красное и черное», которое сделал Герасимов, и «Бесы» с Песивцева в театре киноактива. Больше ничего. В общем, я не жалею, потому что, ну, наверное, я не театральный человек. Наташа, а сейчас что вы любите? Знаете что? Сейчас произошла такая со мной немножечко такая вот... Ну, естественно. Я стала погружаться в архивы Володины. Он 65 лет работал на киностудии «Мусфильм». И в одном кабинете в 531-м он был. Там ночевал Тарковский, приезжал Солжени, Санаксен. Это было фантастическое объединение «Швейцар». Кого там не было? И они работали там. И вот я все эти архивы забрала, естественно, домой. И вот сейчас у меня уже хватает духа открыть, увидеть фантастические его рисунки. А он рисовал всегда и всюду. И вот бланк киностудии «Мусфильм», худсовет, а у него там он рисовал. Рисунки. Я нахожу его записи, я нахожу его наброски каких-то сценарий. И вот я сейчас погружена в это. Почему-то начинаю видеть по-другому. Из-за плеча я видела одно, но я куда-то бежала. А сейчас я вижу то, чего я не может быть, не понимала. Я безумно хочу издать его картины, сделать какой-то альбом. Я очень этого хочу. Он не закончил сказку о царе Салтане. Я понимаю, что ее закончить нельзя, но как-то довести вот эту историю. я должна... Она в какой стадии сказки? Она снята на 70%. И в основном снята на хромаке. Много чего нужно, но это сделать нельзя, это тоже понимаем. Но вот это меня манит, и я хочу вот что-то сочинить. Я очень часто вспоминаю Озеро и Олега Петровича Жакова. У нас там есть с ним сцена в конце фильма, когда он болен, и он с Леной разговаривает и говорит, Лен, нельзя всю жизнь прожить у озера. Но я говорила эту фразу. И только сейчас я понимаю, почему мой учитель, которому было лет столько, сколько мне сейчас, в мои уста вложил эту фразу. Но нельзя всю жизнь прожить у озера. И вот я хочу для себя, чтобы я обрела какую-то другую реальность, что-то другое. Что мне интересно, что мне хочется, что мне нравится. Поэтому в кино я взяла тайм-аут. Надо очень соскучиться. Конечно. Надо очень захотеть. Конечно. Потому что по жизни отказалась от, наверное, больше половины ролей, которые мне предлагали, потому что сердечко не билось. Вот если оно забьется, дай бог. Нет, значит, вот я сделаю то, что мне хочется. Ой, сделайте, Наташа. Сделайте. мы все, я имею в виду зрителей и почитателей вашего мужа и ваши. Мы только будем счастливы и поддержим. Мы все с удовольствием посмотрим, откроем для себя совершенно другого. Наумова и Белохвостиков и я считаю, что это тоже жизнь у озера. Но, может быть, с другой стороны. Конечно. Конечно. Я вам и желаю, чтобы вы перебрались. Да. Да-да-да. Спасибо. Вот так поплатили, так могу. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам за такие добрые слова, за такой добрый, теплый разговор. Он мне сейчас так нужен, важен. И именно сейчас. Только рядом с такой мудрой женщиной, как Наташа, мог так много сделать в кино Владимир Наумов. И я уверена, что и с его архивами все будет хорошо, потому что они в надежных руках. в кино. Спасибо. 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 Продолжение следует...